Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Цена жилья эконом-класса по программе «Жилье для российской семьи» выросла с 30 до 35 тысяч рублей за квадратный метр. Такое решение было принято на уровне правительства. По словам чиновников, мера была необходимой, так как из-за роста стоимости строительства застройщики просто не смогли бы участвовать в программе. В некоторых регионах уже возникли проблемы с выбором застройщика и земельных участков под строительство. До конца 2017 года по программе «Жилье для российской семьи» планируется построить не менее 25 миллионов квадратных метров квартир эконом-класса. Осталось только сделать так, чтобы граждане смогли таки заработать на эти квартиры. Кредит в банке не дадут за долги по алиментам, коммунальным и услугам связи. С 1 марта 2015 года вступил в силу закон, согласно которому все эти долги будут отражаться в кредитной истории. Кроме того, запись пополнилась и другими сведениями, в частности, причинами отказа в банках в предоставлении кредита и признаками дефолта заемщика. У должника будет 10 дней, чтобы рассчитаться по долгам. Если за это время долг не погашен, кредитор сможет отправить всю эту информацию в Бюро кредитных историй. Поправки также вводят административную ответственность за непредоставление данных в кредитное бюро или за задержку сроков их внесения. Размер штрафа для должностных лиц от 2 до 5 тысяч рублей, для организаций от 30 до 50 тысяч рублей. Ох, сколько записей теперь вносить будут. Кипр опасается, что девальвация рубля сократит поток российских туристов на остров. Разумеется, это плохо для экономики островного государства. По данным Ростуризма, за 9 месяцев 2014 года Кипр посетили около 600 тысяч россиян. Это лучше, чем в 2013 году. На Кипре полагают, что если количество туристов сократится на 100 тысяч человек, то экономика недополучит 100 миллионов евро. Власти острова заявляют, что приложат все усилия для сохранения турпотока из России. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленным изменением котировок. Индекс РТС опустился. Индекс ММВБ поднялся до отметки 1784 пункта. Среди лидеров роста бумаги Распадской, ТМК, НМТП, Преф и Мичеллы и Сургут нефтегаза. Наибольшее падение демонстрируют Фармстандарт, МВИДЕО, АФК-система и РДР Русала. Открытие торгов на российском рынке происходит на фоне стабилизации цен на черное золото. В Европе, США и Азии наблюдается смешанная динамика. Курс доллара на 3 марта 62 рубля 22 копейки. Курс евро 69 рубля 54 копейки. Золото стоит 2434 рубля за грамм. Серебро стоит 33 рубля 7 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 60 долларов 89 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова